Сначала положим розовый цвет фона Такой разжиженной красочкой Ну может быть чуть-чуть сразу с сиреневинкой Чтобы он не был только розовый Вот этот цветик розового Ты нашвыряешь Да-да-да Несколько разжиженной красочкой Нашвыряешь, нашвыряешь, нашвыряешь Потом возьмешь тряпочку Сделаешь фигушку И этой фигушкой все мягко распределишь Не вытришь, а только распределишь А потом будешь добирать Зеленинки Желтинки И вот так штриховывать будешь Одно в другое И у тебя будет такая мягкая акварельненькая Обстановочка фонового пятна Хорошо? Так, сначала розовый Да, сначала розовый Ну хочешь с чего-то начать Смотри, вот оно уже в таких местах Уже сложный цвет В таких местах, вот видишь, даже пожелтело То есть, потом ты вот это все превратишь В этот дым мягкий А потом на этом дыму пойдет жесткий рисунок Логично? Да Давай, тяп Значит, розовый Ну, чтобы было с чего начать Знаете, отряд Чтобы она плотненько лежала на толсток Плотненько Тонкий слой, но плотненько Просто тряпкой ты перетерла Перезатерла Ну, можно пока фон не трогать Потому что он, в принципе, сидит Нормальный весь Пойдем дальше Опять возьмем тряпку Опять возьмем коричневый Вернее, уже возьмем коричневый И вот это пятно Наполним содержанием Чуть темнее здесь Можно коричневый, розовый, синий Будет некий такой Смугуый цвет Коричневый с разбилом Наверху Даст плотность С разбилом Даст плотность То есть, разбилы вообще Смотри, плотные Они не вот такие Они плотные Поэтому Ну, как бы Перетерла Вытерла Сами белила Значит, наполняешь 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 Потом Берешь Смотришь Чуть левее Правее середины Вытащила кувшин Идею кувшин Малые Количество Краски Вот она Идейка кувшинчика Вот Ты ее Подняла Это лежало Лежачий Мазок Это По своей затее Торчит Уже Различие Выражено Плюс Штрих По форме Ну, тоже Пока Беспоносит Вот эту зелень Ты берешь Голубой Желтый Голубой Желтый И коричневый Он даст Такой Смуглый Цвет Зелени Не втенит То есть Есть зелень На цвету А это Мглистая Темная Зелень Втенит Накидаешь Идею Вот такую Бледную Идею Рисунка Ну, в смысле Бледную В смысле Количество Краски Малое Количество Краски Задействуешь Для этого Вот Такой Дыбом Пишешь Потом Берешь Вытираешь Вот цветок И Желтый Любит Подкладки Иметь Рыжий Розовый Рыжий Поэтому Сначала Приходит Оранжеватый Мотив Смуглый Мотив Да Смуглый Мотив Приходит Потом Приходит Чертежечек 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 Розочки Приходит Смугленькость Вот этой Серединки Можно Розовый С коричневым Вот Приходит Более Желтые Более Откровенно Желтые Вот Эти Места Смотри Я Не сбиваю Полностью Рисунок Чертежек Вот этот Чертежек Пусть Немножко Своими Вот этими Звучиками Чуть Поддерживает Идею Ломанности Этих Они Такие Ломкие Вот Такой Свастичный Характер Имеет Накидаешь Этих Ребят Белесики Тоже Возьмешь На пальчик Чертежек Какой-то там Голубовато Фиолетоватый Цветик И тоже Подпустишь Уже Цветочки Цветочки Вот этого Содержания Вот такое Что же Потом Пойдем Ковырялочки И будем Ковырять То же самое Здесь Допустим Подтерло И Белесиком Укладываешь Яблочки Сначала Как пятно Давай Да Ты же видела Только что Большим Мастихином Хулиганство Чуть-чуть Выразить Эту Выразить Все-таки Чуть-чуть Тенечку Выразить Они там Не сплелись Между собой Пусть торчат Красиво Когда есть Как бы Созвездие А не Куча Созвездичный Характер Они Спрессуются Сюда У них Будут Тени Ты видишь Я на тень Пустил Фиолетовость Это тоже В тени Тряпочка Вот здесь Так Дымочек Сам по себе Уже красив Правда? Вот нам Такое Любезней Даже Я имею ввиду Зрителю Любезней Даже Чем Вырисованное Ну Неинтересно Скучно Вырисованы А вот Какие-то Такие Недозвуки Нам Сейчас Интереснее То есть Пока Не чувствуешь Необходимости Вот в этом Инструменте А хорошо Почувствуете Посмотри Вот я Раздав Такой Край Именно Такой А не Сразу Мгновенно Получил Характер Пятна Мгновенно Получаю Характер Пятна Логично? Потому Потому Что Взять Кисти Начать Штукатурить Густой Краской Это Было Простецкий Ход И он Был Был Груб И Невкус А так Сразу Раз И Все Еще Один Мастихиновый Козырь Который Мог Бы Здесь Пригодиться Глянцевость Вот такая Глянцевость Раздавленной Краски Раздавленная Краска Сразу Звучит Очень Нарядным Пятном Очень Выразительным Пятном Сиять По окружности Запускаем Идею Штриха По цилиндру Запускаем И Оно Сразу Круглит Этот Предмет Правда? Угу И Оно Все Там Растаяло Растаяло Но Самое Темное Место Это Вот Это Где Какой-то Рисуночек Различим Подглядеть Все Цветики Упаковать Тоже Дайте Вот Этих Двух Маленьких Колесеньких Уголочек Чуть Чуть Чтобы Вот Именно Грань Больше Светилась Чем Ну Чуть Чуть Больше Тогда Она Сразу Будет Острее Вот Немножко Тает Тельный Характер У задника Тает Тельный То есть Он Да Там Немножко Виден Но Тает Хорошо Темного Не Хватает Коричневый Голубой Мощная Темнота Каркас Вот Этой Картины За счет Зеленых Темнот Каркас Синий Коричневый Подсунуть Тоже Хорошо Девайте Свет Тень Для тебя Пока Не Актуальны Прямо Не Актуальны Не Актуальны А это Главное Что Делает Форме Первое Что Хочется Сделать В твоей Картиночке Вернуть Свет Тень Это Все Какие-то Блинчики Лежат На Компункте Я Создаю Сейчас Свето Теневую Ситуацию Везде В каждом Цветке Нет Тени Нет Ну нет И все Посмотрите Вот Иногда Кажется Надо же Что за Странные Мастер Классы Человек Я Допустим Целых Такое Количество Картин За Один Сеанс То есть Вы Мне Кладете Краску Я Прихожу Вижу Что Вы Не Сделали Два Движения Делаю То Важное Что Нужно Сделать И Получается Такая Колоссальная Эффективность Но На самом Деле Вот То Что Я Прихожу И Делаю В основном Это То Что Ну Вот Так Принципиально Ну Не Обойти Смотри Появилась Свет Тень Мало Того Сразу И Цвет Появился Да Смотри Сколько Цветов Дали Эти Теневые Цвет Цвет Не Это Тоже Конечно Ну Вот Это Смотри Вот У тебя Здесь Светлое На Светло А Там На Светло Да Вот Можно Объяснить Причину Почему Он Голубой Вот Какого Он Светло Какого Грязно Серенького Цвета Но Уж Никак Не Голубой И Зеленит В нем Что-то Вот Такая Грязь Но Именно Эта Грязь Оттеняет Цвет Цветков И Тебе Это Нравится А Если Все Будет Вокруг Нарядное Не Будут Возбуждать Тебя Эти Цветочки Понимаешь Тут Надо С этим Смириться Что Что Есть Грязь Есть Грязца Вон И Здесь Что Ж Да Ты Боишь Сколько Нарушений Скучновато Решение Значит Еще раз У круглого Предмета У круглого Предмета Самое Темное Место Это Место Перегиба Света И тени Вот Это Место Самое Темное Он Стал Круглым Да Он Стал Круглым Благодаря Вот Этому Самому Темному Месту Месту Перегиба Света И тени Орган Здесь уже рефлексы от световых отражателей на теневую часть. Ну и формочку желательно все-таки. Чуть-чуть сидящий створот. Плюс блечок, он становится глянцевым предметом. Такой звонкий блечок делает его глянцевым. Так, цветочки возьмем вот такую кисть с жестким. Ну, то есть, узенькая, но жесткая. То есть, не а-ля колонок кисть, одним словом. Не а-ля колонок кистью. Да. Смотри, и вот такими действиями лежачей кистью. Ну, это не значит, что надо все теперь перекрасить на свет. Нет. Вот у меня как бы бачок самый освещенный получился. Здесь тоже, вот здесь, после грязи, после нанесения грязи, вот здесь. Здесь вот этих ребятушечек, которые где-то частично даже и закрывают. Здесь тоже тенирую, да? Угу. Ну, давай, подключим. Смотри, там едва различима темность этого практически перешла в темность другого пятна. То есть, прямо целая такая теневой зигзаг. Ой, как начала вычерчивать. Ах ты хитренькая. Не надо вычерчивать. Муть сначала. Вот про тень ты как раз и не вспомнила. Смотри. Угу. Угу. А это они сажают. Эта тень сажает предмет на эту плоскость. А так лисят в себе в воздухе никто. Так, сейчас мы сделаем хитрый ход, чтобы ты увидела у корявенька. Нет письма, нет шику. Сейчас покажу, например. Угу. Я думал здесь показать, но сейчас покажу. Такое ковырятельное письмо. И ты видишь, что розы действительно сложные цветы. Угу. 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 заходил сюда, да? Угу. Угу. Самое светлое. Угу. 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 Компания. Вот это место. Компания. Настя. Угуу. Угу. Компании. Угу. Угу. Праты. Блиeremos металledки. Я же тебя Ira bı Micah. Но вырисовывать рублено. Вот с такими рубленостями. Не округлостями. А с рубленностями. Округлые только макушки листьев. А заворот этот рублен. Добавляю. С rubленного рептетчика. Эптитчика. Омороз. Добавляю. Нанкрутил. Добавляю. Добавляю. Рублены. Что касается водокопа. Смотри, что сейчас сделали. Узор добываем вот таким образом. Прикольно? То есть сначала даю эту тёмную подкладку. Видишь, недостаточно тёмную. Её нужно было прямо навязать в склейку к холсту. И тогда, когда мы её заслонили белым, когда мы её заслонили белым, любая вырезанность, ну и сколько у нас рисунка этого сложного рисунка ткани, вернее этих дырочек. Это красиво? Ну вот щупани сейчас это пятно. Сбри, попробуй сама. Хорошо? Чтоб запомнилась вообще идея. Это фиолетовый, да? Коричнево-фиолетовый, да. Тёмный такой. И шмоненькие. А у тебя одинаковые. Даже если ты там видишь одинаковые, не верь глазам своим и делай не одинаковые. Так вкуснее. Всякая неоднородность. Живопись это всякая неоднородность. Тогда это красиво. А для этого надо изменить угол. Угол изменить. Ты же его не изменяешь. Эти рамы тяжело использовать. Что-что? Вот эти рамы. Как одеваются, очень просто там одеваются. Да. Там, по-моему, две с половиной. Угол чуть-чуть изменил и всё, оно уже повисло. То же самое и здесь. Угол изменил. Полин, покажи раму. Логично. Здесь более смугло. Смугло. Свалочка на светло. Но здесь как смугло. А вот слалочка на светло. Сам приём-то тебе понравился? Да, интересно. То есть ещё что-то выделить? Ну что ж с ума сойти можно. Если рисовать. Внутри. Тоже тенечка. Как-то не хочешь светлень читать. Нехорошо. Не-не-не. Ладно? Ну-ка, а что дальше надо делать? Завтра? Да, да, да. Спасибо.